В высотных домах отражаются старинные башни и фонтаны. Здесь есть и шумные проспекты со сверкающими потоками автомобилей, и тихие уютные улочки, которые часто посещают поэты и художники, тоже вполне современные, хотя и пишущие про разные эпохи и в разных жанрах. Вечерами здесь любят ходить не только в гости. Город становится очень светским, шумным и праздничным. В общем, столичная жизнь ничем не отличается от жизни больших городов, будь то Европа или Азия. Но стоит немного отъехать от Баку, и начинаются горы. Кажется, что не мы движемся среди них, а они сами додвигаются на нас со всех сторон, заманивая свою гигантскую ловушку. С появлением гор все преображается. Равнодушные стада овец бредут по склонам и тропинкам, занятые поиском и пережевыванием колкой пожелтевшей травы. А во всем пространстве царит покой. На востоке говорят, кто познал жизнь, тот не торопится. Куда спешить? Впереди целая вечность. И когда постепенно горы затягивают нас в свои лабиринты, кажется, начинаешь понимать, что же такое вечность. Поездка в горах замечательна тем, что за каждым поворотом открывается новая картина, мимо которой невозможно проехать, не остановившись. А однажды горы раступились совсем, и мы увидели зеленую долину, на которую раскинулся целый город. Это Лагич. Лагич – каменный город. В нем все сделано из камня. Дома, улицы, ограждения. Здесь почему-то начинаешь ощущать себя героем фильма, попавшим в средневековый город мастеров. Город-сказку. Сам городок невелик. В нем сохранились ханская башня, пять мечетей и три бани. Улочки города расположены террасами. Каждая занимается своим ремеслом. Есть улицы кузнецов, башмачников, ковроделов. Но особенно славится город медниками. Куда бы мы ни направлялись в Лагич, нас повсюду сопровождало постукивание молоточков по меди. Еще в конце прошлого века здесь было около двухсот медных мастерских. Каждая передавалась по наследству из поколения в поколение. С тех пор здесь мало что изменилось. Все оборудование в мастерской состоит из меха для раздувания огня, горна, наковален, молотков, щипцов для держания раскаленной меди и большого медного таза для воды, который называется чен. Как и любое старинное ремесло, оно окутано тайной. Самым важным в медном деле считается процесс плавки. Совершается она особым образом. Представьте себе глубокая ночь в горной деревне. Лишь несколько домиков светятся неровным мерцающим светом. Все те, кто не имеет отношения к делу, крепко спят и не могут помешать священно действию мастера. Он заранее готовил себя к этой ночи. Накануне избегал встречи с теми, у кого недобрый глаз, совершал ритуал очищения, произносил молитвы. И все для того, чтобы изделие получилось не только красивым, но и живым. Ну, а у женщин Лагича свое занятие. Они ткут ковры. Суровые зимы несколько ковров, брошенных на пол или развешанных по стенам, делают жилище уютным и теплым. Поэтому в старину с Ватией, приходившей в дом, где была девушка, на выданье, непременно спрашивали, умеет ли та ткать ковер. У этого занятия тоже есть свои секреты. Большинство узоров ковра сохранилось с древних времен. И каждый имеет определенное значение. Мастерицы, использующие древний рисунок, хорошо понимают язык своих предков. Александр Дюма, побывавший в середине 19 века в Азербайджане, признавал, что ковры, шелковые ткани, оружие и другие изделия, изготовленные местными мастерами, не только могут соперничать с французскими, но и в некотором роде превосходят их. Покидая Лагич, мы долго преследовали растянувшиеся на несколько километров стадо, что не редкость на узких горных дорогах. Из-за этого мы потеряли много времени, но зато, спустившись с гор, успели полюбоваться чрезвычайно живописным закатом. А наутро мы снова отправляемся в дорогу. Перед тем, как начнется новый подъем в горы, нам предстоит проехать по равнинной местности. Этот путь тоже очень приятный. Местные жители просыпаются рано, и целыми семьями отправляются кто в поле, кто на базар, а кто на ореховые плантации. Кроме орехов здесь растут яблоки, инжир, абрикосы, шелковица. Причем дерево, на которое можно забраться без стремянки, здесь и деревом не считается. Шоссе время от времени ныряет в такие вот зеленые туннели. Ореховые шатры закрывают собой солнце и создают приятную прохладу, благодаря чему поездка в любую жару не кажется утомительной. Картинки и предгория постоянно меняются. В это время года многие крыши и стены домов увешаны табачными гирляндами. Листья табака срезают и сушат, пока не наступят первые заморозки. Попадались нам и хлопковые поля, которые, оказывается, существуют и в Азербайджане. Ну вот и снова горы Большого Кавказского хребта и неизменные стада на их склонах. А вдали виднеется Перкулинская обсерватория, которая носит имя на средине Туси, выдающегося ученого Средневековья. Он работал впервые в Азербайджане и на всем шелковом пути обсерватории, построенной внуком Чингисхана. В Перкулинской обсерватории исследуют звезды, галактики, планеты и их спутники. Но поскольку мы посетили ее днем, то могли лишь вообразить, как ночью раздвигаются ее своды, все заполняется космической прохладой и открывается бесконечность, усеянная ставшими внезапно близкими звездами. Наверное, горы в чем-то сродни космосу. Может быть тем, что, хоть они и порождены землей, но стремятся в небо. А иногда небо так близко приближается горам, что уже непонятно, облако ли это или снежная шапка горной вершины. Но нам удалось не только насладиться красотой гор, горных рек и стремительно падающих с крутых склонов шумных водопадов, но и отведать настоящий кавказский шашлык. Кто раз его пробовал, тот понял, что настоящий шашлык получается только здесь, где запах дыма смешивается с ароматом свежего воздуха гор. Ну а между тем, небо стало затягиваться, зарядил мелкий дождик, и когда мы приблизились к Талышским горам, что в юго-восточной части Азербайджана, то поняли, что вошли в царство непогод. Туман прямо на наших глазах пожирал домик за домиком, а скоро подобрался и к нам. В пяти шагах уже ничего не было видно. Во время этой поездки вспомнились фразы, написанные Дюма. Дорога становилась все несноснее. Во Франции, Германии или Англии ее считали бы непроходимой, а экипаж совсем не мог бы по ней передвигаться. Но Тарантас проходит везде, а мы в Тарантасе. Мы, правда, не в Тарантасе, а в Уазике, а в остальном сходство налицо. Когда мы добрались до высокогорного селения Лирик, известного своими долгожителями, погода совсем испортилась. Лирик замечательное место. Отсюда родом знаменитые долгожители Муслимов, Ивазов, Агаев. А сейчас мы в гостях у Хаджинесы Шахпаланговой, которой уже 106 лет. У нее 80 внуков и правнуков, и все относятся к ней с большим почтением. Она поделилась с нами воспоминаниями о своей молодости, рассказала о своем брате, которому 102 года, а живет он еще выше в горах. И о младшем сыне. Вот он рядом с ней на фотографии. Ему сейчас 54 года. Муж Хаджинесы умер 10 лет тому назад. И было ему тогда 105 лет. Секрет долгожительства до сих пор неизвестен. Про обитатели этих мест говорят, что они добывают свой хлеб из камни. Действительно, надо приложить немало усилий, чтобы что-то вырастить на такой земле. Кругом только горы. Может быть, в этом их секрет? А вот поездка назад на какое-то время заставила нас усомниться в собственном долгожительстве. Жаль, что глухая темень и сильный туман не позволяют камере охватить все, что окружало нас в ту ночь. Но теперь мы можем представить себе, как начинался всемирный поток. Небо швыряло в нас ледяные камни величиной с теннисной шарик. Колеса у Вазика скользили вниз по глинистой жиже в неясном направлении. Казалось, что еще немного, и машина улетит в пропасть. Но водители, опасаясь камнепада, мчали сниз с бешеной скоростью. Горы есть горы. Нрав их переменчив. Утром небо немного похмурилось, а потом из-за дальних хребтов выскочило солнышко. Все снова стало тихим и умиротворенным. Солнце поднялось еще выше и высветило вершины гор и глубокие пропасти между ними, черные конусы-призраки вдалеке, ярко-зеленые долины совсем рядом. КОНЕЦ 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 Этот удивительный пейзаж простирался до самого горизонта. А горы все время меняли свой цвет. Оказывается, они имеют столько же оттенков, сколько море и небо. И все удивительно красиво. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ